День веков хронограф 15 июля 1099 года крестоносцы взяли Ярусалим, устроив в городе страшную резину. Идея отвоевать святую палестинскую землю мусульман начала бродить по христианской Европе задолго до первого крестового похода. А именно 80 годами ранее, с 1012 года. В тот год мусульмане захватили в Ярусалиме церковь Гроба Господня, после чего стали притеснять христианских паломников, и это притеснение нарастало. В 1095 году папа призвал христиан к походу на мусульман с целью освобождения Гроба Господня. В следующем году в Германии, Франции и Италии набралось войско, точнее сказать, многотысячная вооруженная толпа, которая двинулась пешим порядком через Балканы в Палестину. По пути крестоносцы, словно орда разбойников, опустошали все, что попадалось им на пути. Эта толпа не дошла до Палестины. Ее изрядно поубавили венгры, видя в ней иноземное варварское нашествие, а остатки добили турки. Но после этого крестоносцы организовали рыцарское войско, фактически профессиональную армию, прекрасно вооруженную и дисциплинированную. Они огнем и мечом проложили себе путь в Палестину к стенам Иерусалима. Осада длилась 40 дней. Крестоносцы под стрелами и градом камней засыпали ров и проламывали стены стенобидными таранами. В одном месте им удалось стену разрушить. 15 июля через пролом крестоносцы ворвались в город. В то время историки оценивают население Иерусалима так. Мусульман и евреев в 20-30 тысяч человек. Большинство было вырезано в этот день – вечер и ночь. На территории Палестины было основано христианское Иерусалимское королевство. Иерусалим был его столицей. В городе могли жить только христиане. Со всей Европы в Иерусалим стекались паломники. Мусульманам и евреям жить в столице не разрешалось. 15 июля 1410 года около деревни Грюнвальд в Пруссии состоялась одна из самых великих битв в Средневековье между войском Тевтонского ордена и союзным войском Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Русского и Жамойского. Численность войска союзников достигала 100 тысяч человек. Исход войны был решен в одном большом сражении. На левом фланге располагались войска Великого князя Литовского и короля польского Егайлова. На правом – Великого князя Литовского Витовта. А в центре позиции союзников стояли русские полки, набранные Витовтом из Смоленска и других русских городов, входивших тогда в состав Великого княжества Литовского. Крестоносцы, сдержав первую атаку конницы Витовта, перешли в контратаку и вынудили к отступлению конников, заодно потеснив и польские войска на правом фланге. С пением победного гимна рыцари стали преследовать отступающих. Спасли положение смоленские полки. Как свидетельствовал польский летописец 15 века Ян Длугаш, в этом сражении лишь одни русские витязи из смоленской земли, построенные тремя отдельными полками, стойко бились с врагами и не приняли участие в бегстве. Те заслужили они бессмертную славу. Поляки смогли перестроиться и перейти в контрнаступление, а Витовт нанес удар по возвращавшимся после первой успешной атаки отрядам рыцарей. Картина боя кардинально изменилась. Крестоносцы сначала были вынуждены отступить, а после вовсе бросились в паническое бегство. Поражение крестоносцев положило начало закату Тевтонского ордена, который в 1466 году прекратил самостоятельное существование. 15 июля 1525 года, как предсказали астрологи Европы, должен был произойти потоп. Воцарилась паника. Из Лондона бежало около 20 тысяч человек. Некий тулузец построил себе Ноев ковчег в точном соответствии с библейскими рекомендациями. Вот только с советом взять каждой твари по паре решил повременить. Курфюрст Бранденбургский же вместе со двором устремился на 100-метровой высоты холм, где просидел до 4 часов пополудни с ненавистью, поглядывая на безмятежно плывущие облака и ослепительно жарящее солнце. А потом сел в карету и отправился обратно в твердой решимости немедленно выгнать своего астролога ко всем чертям. Однако астрологу удалось выкрутиться. На обратном пути гроза все-таки разразилась, а перед самыми воротами замка в карету ударила молния, убившая кучера и четырех лошадей. Всемирного потопа не получилось, объяснил астролог Курфюрстру. Но этот дождичек весьма неплох. Сегодня 15 июля, вы смотрите программу «День веков хронограф». И теперь мы обратимся к событиям, которые произошли в мировой истории в 20 веке. 15 июля 1923 года в Москве на Ходынке приземлилась первая четверка пятиместных самолетов F-13, получивших звучные и красивые имена. «Промбанк», «Червонец», «ВСНХ» и «ОДВФ». Компания «Добролет» открывала первую в России пассажирскую воздушную линию. В этот день «Промбанк» отправился в первый рейс в Нижний Новгород. За три часа «Промбанк», ориентируясь в пути по железной дороге и рекам, доставил первых пассажиров, руководителей «Добролета» в Нижний, где в этот день открывалась всероссийская ярмарка. Пилотировал первый рейс «Донской казак» Яков Моисеев. Военный летчик, впервые севший за штурвал еще в 1918 году. «Спуск самолета в Нижний и посадка пассажиров будет производиться в Кунавине у деревни Ротнаниха, а в Москве на Ходынке», – гласило рекламное объявление первой воздушной трассы. Доставка пассажиров в Нижний производится на автомобиле за незначительную плату – 3-5 миллионов рублей. Подчеркивалось и то, что приняты все меры, дабы в случае вынужденного спуска в пути пассажиры могли следовать на первом отходящем поезде в ту или иную сторону бесплатно. На борту не было радио, пассажиров не кормили, кино не показывали. За нервной системой пассажиров не следили. Чего стоит только знаменитая памятка пассажиру, обязывающая его после взлета следить за колесами, и если колесо останется на земле или оторвется в воздухе, поставить об этом в известность летчика. И далее. Категорически запрещается прикасаться руками к тросам, проходящим по потолку багажного отделения. А также заходить в багажное отделение за туалетом грозит катастрофой. Полеты на линии Москва-Нижний Новгород выполнялись ежедневно до конца сентября. За это время на маршруте было перевезено 270 пассажиров и около двух тонн багажа. Всего же по итогам 1923 года гражданская авиация нашей страны перевезла около 6 тысяч человек. Два года спустя эта цифра увеличилась до 40 тысяч, а к 1930 году достигла отметки 150 тысяч человек. 15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран. Советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». Миссия «Союз-Аполлон» 1975 года стала одним из редких моментов потепления американо-советских отношений во время Холодной войны. Кроме того, она заложила основу последующих международных космических полетов. Совместный полет советского и американского кораблей был космической экспедиции, задуманной в рамках определенной политической ситуации. 15 июля 1975 года космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту был запущен с космодрома Байконур в Советской Республике Казахстан. Примерно 8 часов спустя с мыса «Канаверал» во Флориде поднялась ракета «Сатурн-1Бен» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Венсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. Так началось осуществление советско-американского проекта «ЭПАС» – экспериментальный полет «Аполлона» и «Союза». Многие жители Земли на протяжении двух следующих дней следили, как корабли маневрируют для занятия стыковочной позицией. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. Контакт состоялся через два дня на высоте 140 миль над поверхностью Земли, над Атлантикой. Субтитры создавал DimaTorzok